всем приветик мы пришли на наш местный вокзал чтобы получить билеты в питер ура ура совсем скоро мы едем опять в гости к Женечке с Ромой прошло два года и мы опять на майские праздники решили съездить к ним в гости потому что во-первых я соскучилась за Женечка а мой муж соскучился за питером скажи привет сегодня у нас вербное воскресенье и на улице дождь вчера была чудеснейшая погода 18 градусов тепла было очень хорошо сегодня к сожалению у нас дождик хотя мы хотели съездить на кладбище поубираться вот ну не судьба видимо среди недели ехать еще выходных уже паска и мы когда сейчас заходили на вокзал там очень жесткий осмотр у нас заставили все вытаскивать из сумочки показывать все наши пакеты все что у нас с собой было в общем вытаскивать телефон ключи очень жестко все но мы раньше такого не было вытащили конечно все сделали как нужно лишь бы все было хорошо и у нас вот мы идем на вокзале прям по рельсам практически у нас заработал вокзал наконец-то наш но пока в половину начали ходить товарные поезда у нас через наш город но обещают кстати что когда нибудь скоро пустят и пассажирские что не может не радовать потому что в моем детстве я ездила в санкт-петербург прямо с нашего города конечно был прицепной вокзал ой прицепной вагон он прицеплялся наверно потом в ростове или как-то я не знаю как но в общем я помню что мы отсюда уезжали с нашего вокзала но мне надо было ехать в ростов вот ну вот такие делишки пошли мы по делам дальше с колей нет ничего лучше свежей апрельской зелени она такая сочная яркая даже в такую мрачную погоду как сейчас все зеленое зеленое яркое яркое а на солнышке вообще чудесно это смотрится такая вот у нас сегодня мерзкая погода хотя бы тепло плюс 10 градусов скоро зацветут деревья и вот они наши билетики ура ура питер жди нас мы уже считаем дни в этот раз мы едем с дочкой потому что дочка тоже очень хочет увидеть питер и я безмерно счастлива что у нас есть так где там остановиться очень благодарна женечке с ромой что они нас приглашают в гости не дают нам так скажем крышу над головой вот потому что все-таки там дороговато жильем стоит снять вот поэтому мы очень рады что мы едем петер ура открытие базы а мне пришла вот такая вот огромная просто огромная посылка с сайта iherb я конечно не планировала заказывать такую большую но у меня так и не получилось сделать чтобы доставка была бесплатная поэтому пришлось заказывать на 60 долларов аж конечно дороговато для меня накладно на одну но больше не с кем мне пока заказывать к сожалению вот а доставка получалась очень дорогая если заказывать ее меньше чем на 60 долларов. Еще сложность была в том, что мало того, что надо на 60 долларов, но надо еще уложиться в 5 килограмм. Значит, тогда доставка все равно платная. В общем, долго-долго я мурыжила. Наверное, составляла заказ с дня 3 я не могла. У меня ничего не получалось. Вот поэтому у меня первый раз получилась такая огромная, просто огромная посылка. Я уже заказываю херб, наверное, года 3. И вот первый раз у меня такая большая. Обычно у меня всегда намного-намного меньше. И по сумме, и по весу. Филька тут вам всем привет передает. Он обожает, просто обожает, как и все коты, коробки. Я еще не смотрела, что там. Но это получился у меня практически полностью вкусно кокосовый заказ. Вот тут, как известно все пакетики пупырчатые нафиля. Играйся. Итак, что же я заказала? Я хотела сначала сделать отдельное видео, но потом все-таки решила показать во влоге, потому что, в принципе, тут ничего особо нового не будет. Вот такое вот я решила заказать кокосовое масло от фирмы Ньютива. Ньютива. Кто, если заказывал, пишите, как оно вам, потому что у меня кокосовое масло. Это именно я взяла для того, чтобы добавлять его во всякие блюда, в кашу, в десерты. То есть, это не для косметических процедур. Для косметических процедур у меня есть два кокосовых масла. А это я заказала именно вот Суперфуд. Вот, я надеюсь, оно вкусное. У него такая пластиковая упаковочка. Здесь получается 444 миллилитра. Ну, такая довольно большая, в принципе, весомая. Ну, почти пол-литра, в общем. Буду обязательно использовать. Потом расскажу в каком-нибудь влоге, как оно мне. Так, я заказала первый раз кокосовую муку. Очень стало мне интересно попробовать, так как я постоянно беру какие-либо полезные заменители муки органические. То есть, в основном, я использую кукурузную или овсяную муку. То есть, то, что есть у нас в свободном дозе. Гречневая мука мне не понравилась. Совершенно какая-то она неприятный привкус гречки у всего, что готовишь. Вот, ну, прочитала, что кокосовая мука тоже очень вкусная. Вот, здесь получается у меня так, 454 грамма. Вот такая большая тоже упаковочка. Надеюсь, что мне хватит ее на какое-то время хотя бы. Также я заказала еще одну муку. Это уже миндальная мука. Здесь, конечно, поменьше. И она стоит, кстати, дороже. Он 284 грамма. Но очень мне стало интересно ее попробовать. Именно миндальную муку. То есть, это получается из орехов миндальных. Вот, буду тестировать. Потом обязательно буду рассказывать какие-то рецептики, которые я буду готовить из этого всего. Так, закончился у меня вот такой вот сироп агавы. В этот раз я взяла немножко другой. Он более темный. Так, это у меня получается с... Так, голубая агава. С чем же она? А, с корицей. Вот я вижу, корица нарисована. И с чем-то еще. Корица и что-то еще. Не помню, что. Но в прошлом мне очень понравился вкусный сироп агавы. Поэтому я решила взять еще попробовать вот такой вот. Ну, я с ним кушаю сырники. И всякое такое. Ну, и также взяла еще вот такой вот белый. Светлый сироп агавы. Вот, я тоже думаю, что он будет хорошим заменителем меда и сахара. Тоже буду его использовать для того, чтобы есть всякие вкусняшки. В прошлый раз у меня закончился вот такой вот сахар кокосовый. Он мне очень и очень понравился. Потому что он вот такой вот темный, но при этом в выпечке, в кофе, во всем чем угодно нет никакого привкуса именно какого-то постороннего. Как от стевии, например. Как от капелек стевии, которые я беру, там все-таки чувствуется какой-то привкус. А вот от кокосового сахара мне особенно понравилось добавлять его буквально ложечку в овсяную кашу. Потому что совсем без сахара я не могу есть. А вот с кокосовым сахаром еще кокосовое масло. Ой, будет вкусняшка! Вот, буду кушать. И я взяла еще вот такой вот кокосовый сахар. Точно такой же, как от фирмы Нутива, как у меня кокосовое масло, так еще и кокосовый сахар. Он тоже, кстати, идет вот такой вот темный, вот такой коричневого цвета. Но я надеюсь, что он будет тоже такой же вкусный. Здесь получается 454 грамма, а здесь... Сколько здесь? Также я взяла кокосовую манну, или это называется кокосовое пюре. Я уже брала такое, у меня закончилось совсем недавно. Оно вот в таком-то твердом виде, брикетики идут. Но внутри, если его размягчаешь, то я его перелаживаю обычно в баночку. Оно становится твердое в холодильнике, если вставляешь. А так оно, конечно, мягкое. Но очень вкусно. Я его также добавляю и в овсяную кашу. Так как я огромный любитель кокосов, поэтому я не могла пройти мимо. У меня он закончилось, поэтому я взяла еще себе. Вот, тоже буду его... В общем, такой вот у меня вкусный кокосовый заказ. Получается. Так, взяла, конечно, свое любимое какао. Не могла пройти мимо. Хотя, конечно, оно очень сладкое, как по мне сейчас. Я как бы уже от сладкого немножко отхожу. Но все равно не могла... Во-первых, мне нужно было заказ добить. Во-вторых, я его очень и очень люблю. Особенно осенью. Сейчас, конечно, весной оно уже не так идет в тему, но все равно взяла. Так, вот такая вот шоколадка. Я тоже ее когда-то брала давно. Мне она понравилась. Это темный шоколад с солью и орехами. Очень вкусный. Мне необычный такой вкус. Соленые частички соли попадаются в шоколаде и орешек. В общем, очень вкусная шоколадка. Мне она понравилась, поэтому решила ее повторить. Ну, и два были маленьких косметических продукта. Это пудра. Вот такая вот от Skinfood. Я не собиралась, честно говоря, ее брать. Но это... Хотя слышала про нее много хороших отзывов. Хотела даже ее взять на Алиэкспрессе у своего продавца, у которого брала в прошлый раз. Но она у него там дороже, чем на Ахербе. Там цены у него почему-то взвинтились и к тому же стала платная доставка. Поэтому я передумала там брать. Решила взять на Ахербе. В общем, это финишная пудра полупрозрачная. Как раз летом это то, что нужно. Она хорошо матирует лицо и надолго сохраняет эту матовость. В общем, такую вот персиковую пудру решила попробовать. Вот с огромным удовольствием буду ее использовать летом. И моя любимая подводка. Я уже говорила не раз про нее. У меня было два раза коричневая. Вот я решила взять еще и черную. К тому же за этот продукт была доставка дешевле. Ну, так как я потом все равно пришла с ней добивать до 60 долларов. Поэтому я все равно решила ее оставить, потому что это самая-самая лучшая подводка фломастер из всех, которые когда-либо я пробовала. Она самая долгоиграющая. Она не забивается тенями. У нее очень удобный наконечник. В общем, ну и к тому же написано, что она там еще влияет как-то на ресницы. Ну, в это, конечно, я мало верю. Вот тут написано, что ресницы от нее растут. Но она действительно обалденная. я надеюсь, что черная мне так же понравится, как и коричневая, которую я с огромным удовольствием сейчас пользуюсь. Вот такой вот вкусненький заказик у меня получился. Там, видите, какая красота у нас распустилась у родителей. Не помню, как эти цветочки называются, но очень красивые. Сегодня у нас 13 апреля и два дня назад у нас зацвели деревья. И вот какая красота у нас на улице сейчас. Сегодня 18 градусов тепла, птички щебечут, солнышко и распустились абрикосы. Ура, ура! Настало мое любимое время года. На работу жутко не хочется. Сейчас обед. Я иду с обеда на работу. Вот такая вот красота меня окружает. Сегодня наконец-то я записалась к подруге своей, к парикмахеру. Иду себя приводить в порядок. Не прошло и полгода. В последний раз я красилась и стриглась еще перед Новым годом. Думала, перед 8 марта постичься, но посмотрела в день и что еще было. А сейчас уже как бы все, пора. Корни вылезли, цвет смылся, непонятно, что на голове. Но вообще хочется привести себя в порядок к поездке. Так что пойду сегодня обновляться. тебя не видно, не пойся. тебя не стесняется. Тебя не стесняется. Еще ты стесняешься. Ну, в общем, то же самое сделали у меня тоже, что и было. Качелку более ровная. С одной стороны пряди, с другой стороны нет прядей. Пришла в 3 часа, время уже пол-8 вечера и провела здесь 3 вечера. А хотелось мне покрасить яйца. Чисто-чисто. Ну, все, надо... Ура! Пятница, товарищи! Я очень-очень рада. И у нас сегодня обещали весь день дождь. Вы видите дождь? Я его не вижу. Вот. Это меня очень радует, но не радует то, что в Питере выпал снег. Нам через 2 недели туда ехать, а прогноз совсем неутешительный. Я бы даже сказала очень грустный. Там вообще ноль плюс три, плюс два до конца апреля практически. Это капец. Придется доставать свою зимнюю куртку, упаковывать ее, готовить к объезду. Конечно, очень хотелось, чтобы майские праздники были такие же, как в прошлом году. Потому что у них была в том году чудесная погода. И даже не верится, что где-то еще лежит снег. Причем снег у них выпал. Выпало довольно много снега. Я не знаю, сколько у них еще будет лежать. Но, конечно, очень бы хотелось, чтобы погода у них нормализовалась. Вот. А сегодня у нас еще соревнования. У моего сыночка первые по плаванию. Это для него большое событие. Он переживает. Вчера весь вечер переживал. Говорит, мама, ты придешь? Я говорю, конечно, более мы седра четырех работаем в пятницу. Соревнования в пять начинаются. Поэтому я сейчас зайду за ним и мы торжественно на них пойдем. Вот. Вообще, конечно, предстоят хорошие выходные. Пасха. Завтра буду убираться. Подпечь Пасху. Ну, в общем, заниматься домашними делами. Как, впрочем, домашними делами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 как он выступит, но у него хорошо все получилось. В принципе, он выиграл первый заплыв, а среди пятерых в своей пятерке был первым. Но потом они уже плавали вместе с какими-то такими пенопластовыми дощечками, и там он был вторым. Конечно, он расстроился, и в конце его не наградили, но зато дали ему медаль за то, что он участвовал и выиграл, в принципе, в первой пятерке. Я считаю, что для первого года занятий, он даже меньше, чем год занимается, с сентября месяца получается, для него это очень хорошие успехи, и он научился отлично плавать, в том году он вообще не умел плавать. Там очень хорошо действительно занимаются с детками и учат их плавать отлично просто. Вот мы очень, конечно, волновались, переживали, как это будет, ну, знали, что это такое соревнование. Конечно, хотелось, чтобы он занял какое-нибудь место, но я считаю, что все равно, там было 40 деток, аж в своей пятерке он был первым, я считаю, что это очень хорошее. Я была просто безмерно счастлива. Куда? Ложи вот сюда. Ладно, Ленины. Ложи, ложи, давай. И мы купили такую вот пасочку. Боже. Вот, собрали из фикс-прайса подставку. Ля-ля-ля. Убери свою грязную тарелку, Ника. Чудесная картина. Ты меня сняла. Мои трусы там вырежешь. Ты там вообще не попал. И меня вырежешь, алло? Да и ты там не попал. Я смотрю на нее камеру, у нее вот так. Да-да-да, давай-давай, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Да ты ж моя помощь. Да, и ты тоже просто раньше купил. Там не будет горячей воды и завтрак. И вот, что у нас в итоге получилось. Вот такая вот пасочка натюрмортная и яички. Яички у нас получились такие яркие, красивые, нарядные. Равномерно раскрасились. Мне очень понравятся эти краски. Хотя мы обычные, дешевые, в магните брали. Такая вот красота у нас получилась.